Здравствуйте, дорогие друзья! Очень много материалов. Давайте попробуем хоть что-нибудь успеть сказать. Две недельные главы, конец книги Шмот. Мы говорили о заповедях, теперь о другой стороне этой проблемы. У злого начала есть один прекрасный способ отдалить человека от заповедей и даже привести его к грехам, унынию и так далее. Как это происходит? Жизнь, условно, нагромождает перед ним в один момент сразу много проблем, хлопот и превращает их в большой клубок. И голова пухнет и не знает, что делать. И человеку кажется, что это нельзя распутать. И мысли начинают, знаете, смешиваться и видеть перед собой горы запретов, обязанностей, проблем. Все. Не знает человек, с чего начать. Он впадает в отчаяние, прекращает попытки справиться. Как можно совладать, пишут мудрецы с злым началом. В книге Тарат Афраша приводится совет, который говорит, смотри как Машарабейну. Он стоял перед народом и сказал, вот слово, заповеданное Богом. Он не говорит слова, он не говорит одно слово заповеданное. Он сосредоточен на той единственной заповеди, которая в настоящий момент стоит перед ним. Поэтому сказали мудрецы, учись здесь, не берите все свои проблемы в единую какую-то ткань, не сплетайте их. Вместо этого разделите их каждой задачей, уделите отдельное внимание и то, когда наступит ее время. Написали мудрецы, что тогда вы убедитесь, что не такие уж страшные эти проблемы. И уж точно каждая отдельная проблема может быть решена и доступна для решения. Идем дальше. Когда Маше объявила сборе пожертвований на строительство мешкана, женщины пришли первые, пишет Медрач. А мужчины за ними. Неужели мужчины хуже понимали, чем женщины, насколько это важно? Нет, дело в другом. Пишут, что мужчины желают осмыслить все своим разумом. Что, безусловно, хорошо, но не всегда действенно в отношениях с небом. А женщины, у них интуиция совсем другое. Я уже говорил, просто повторюсь. Почему на дверях общественных туалетов пишут мужчина так, треугольничек, а женщина основанием наоборот? Есть объяснение, я уже говорил и вам. Разум мужчины, это воронка, обращенная к небу. Она стоит на земле одной маленькой такой вот подставочкой. Она неустойчива. Женщины, они основанием на земле. И от природы они имеют больше знаний. Идем дальше. Подобная конструкция, знаете, обеспечит им связь с небом. Мужчинам нужна женщина для устойчивости. Без нее мы в этом мире очень сложно у нас, к сожалению. Поэтому об этом тоже немножко. В иврите слово Несим, вельможи, главы колен, в этой недельной главе об этом рассказывается, что они принесли пожертвования для постройки Мишкана в разные драгоценности. Однако у этого слова есть дополнительный перевод облака, что тоже, так сказать, возвышенно очень. Двойкое значение слова Несим подтолкнуло наших мудрецов увидеть в этом стихе намек на то, что облака, которые опускались, приносили вместе с маном также женские украшения. Отсюда мудрецы сделали вывод, что украшения также жизненно необходимы женщине, как и пища, как ман. Больше того, в трактате Бава Кама сообщается, что Иошуа постановил, что жители любого города не имеют права препятствовать торговцам из других городов продавать женские украшения в городе. Хотя другие могут что угодно препятствовать. Почему? Чтобы украшения были доступны для дочерей Израиля, написано. Это помогает нам понять, что предписание мудрецов о том, что муж, внимание, по крайней мере, на празднике должен что-то подарить жене, какое-то украшение, какую-то одежду. Так написано в трактате Псахим, это не я сейчас придумал. Поскольку там написано, украшения жизненно необходимы женщинам, без них радость праздника будет неполноценной. Вот такие вот вещи скрываются в нашей Торе, которые есть в дело до всего. До того, как муж относится к жене, как относятся родители к детям. Все. Понимаете, вот еще раз хочу повторить просто то, что мы должны понять. Тора никакого отношения не имеет к каким-то религиозным предписаниям. Нет другой книги, которая говорит, вот встал утром, вот так вот встал, вот так вот надо кушать, вот так вот ходить в туалет, вот так читать книгу, вот так. И все, что человек должен сделать, то есть Тора это инструкция, инструкция, как нам жить. И поэтому пользоваться этой инструкцией, это признак разума. А не пользоваться, это иногда сложно. Брахава от слуха, что мы всегда пользовались правильной инструкцией под названием Тора.